Всем привет! Меня зовут Антонов Алексей и вы находитесь на канале Спортивный Нутрициолог. И сегодня у нас рубрика Кабинет Нутрициолога, где мы будем проводить научные исследования, в котором будем проверять, действительно ли продукты с отрицательной калорийностью имеют отрицательную калорийность. Для начала нам нужно разобраться, что же такое продукты с отрицательной калорийностью и вообще что это значит. Ну, как пример, это сельдерей, который имеет высокое содержание клетчатки. Для того, чтобы этот продукт усвоить, организм должен потратить огромное количество энергии. И, соответственно, грубо говоря, сельдерей 100 грамм это 15 калорий, а чтобы это все дело переварить и усвоить, нужно потратить 30 калорий. То есть это и называется отрицательная калорийность. Сегодня будем проверять как раз сельдерей и контрольная группа бананы. Будет ли у нас так называемый термический эффект пищи с сельдерея выше, чем с банана? Ну, для начала я расскажу вам, что такое термический эффект пищи. И мы начнем измерение с помощью газоанализа, который поможет нам определить скорость метаболизма. Что же такое термический эффект пищи? А это энергия, которую наш организм потратит для усвоения и переработки пищи. И составляет, например, от 5 до 10% от съеденных углеводов, до 3% от съеденных жиров и от 20 до 30% от съеденных белков. А самый высокий пик термического эффекта пищи наблюдается через час после приема пищи. Поэтому сегодня мы будем делать 3 измерения до приема продукта, через 30 минут после приема и через час. И посмотрим, действительно ли термический эффект пищи такой высокий после потребления сельдерея по сравнению с бананом. Итак, начинаем. Так получилось, что я попал в основную группу, съел 200 грамм сельдерея, метаболизм измерял с помощью газоанализа Cortex-Metalizer 3B, а мой ассистент съел 200 грамм бананов. Ну что, результаты нас, конечно, немножечко удивили. Мы видим, что метаболизм покоя у меня составлял примерно 90 килокалорий в час, а у ассистента 72. И посмотрите, после того, как я сел с сельдерей, увеличился на 10% и потом через час вернулся обратно к покою. А банан у ассистента, посмотрите, вообще никак не повлиял и не вызвал тот самый термический эффект пищи. Мы увидели, что сельдерей имеет не такую уж и отрицательную калорийность. Поэтому калории всегда равно калории. Пока мы не увидели, что существует какая-то отрицательная калорийность у продуктов, Мы будем дальше исследовать разные продукты, такие как огурцы, некоторые виды фруктов и делиться с вами на нашем канале. Всем пока и до новых встреч!